Социализация людей с инвалидностью – это одна из главных проблем и задач, которая обсуждалась на круглом столе. Общество неоднозначно реагирует порой на инвалидов, а сами люди с ограниченными возможностями не всегда знают, как наладить общение. Показали человеку, как с тростью пользоваться, но в первую очередь это коммуникация. Трость – это твоя примета незрячего. Ты с помощью нее обозначаешь себя, ты можешь, твоя задача у меня преподавала, например, в том, чтобы люди не боялись общения, не боялись незнакомого пространства, не боялись незнакомого среды и могли в ней спокойно общаться. Потому что невозможно знать все маршруты с первого раза. Но ты должен не бояться спросить, ты должен уметь коммуницировать с людьми. Многие проблемы со здоровьем начинаются из-за несвоевременной помощи еще в детском возрасте. Мы знаем, что большое количество детей, а точнее 80% детей сейчас рождается с различными проблемами психофизиологическими. Поэтому очень большие проблемы по выявлению, по диагностике таких детей. С нуля до трех лет, когда мозг пластичен, мы должны оказать как можно больше помощи, коррекционной помощи. А у нас сейчас больше медицинская помощь на первом месте. И поэтому родители не знают, куда обратиться, куда бежать, куда ехать. И в районе нет такой помощи коррекционно-педагогической от нуля до трех. Я предлагаю как-то скоординировать работу всех направлений, то есть медицинская, педагогическая, психологическая, социальная, чтобы специалисты организовать какой-то центр по координации такой работы, по просветительской работе родителей. Потому что очень часто они некомпетентны, они находятся в ситуации стресса после рождения такого ребенка. То есть координировать работу всех специалистов, направить родителей на правильную коррекционную работу дома в том числе. В то же время не хватает поддержки уже взрослым людям. В Сергиево-Пасадском округе исторически сложилась большая разветвленная, очень профессиональная сеть поддержки детей и подростков с инвалидностью. Но эта сеть, она работает с детьми и подростками до 18-20 лет. И дальше самая уязвимая категория становятся люди с инвалидностью старше 18 лет, те, кто не может социализироваться, находиться в обществе, обходиться без посторонней помощи. И вот здесь очень важно продумывать и создавать на государственном уровне систему долгосрочной поддержки, долгосрочного сопровождения людей с инвалидностью. Еще один вопрос, очень важный для нас, это проблема подготовки кадров. Я это знаю по нашему учреждению, я это знаю с разговоров с директорами аналогичных учреждений. Нам нужно либо среднее, либо высшее профессиональное учебное заведение, которое готовило бы кадров для сопровождения, обучения и помощи людям с инвалидностью. Говорили также о необходимости координации работы общественных организаций и выявлении людей-инвалидов, которые не состоят ни в одной из них. А ведь именно через центры социальной поддержки оказывается различная помощь, приходит необходимая информация. Поднимался вновь и вопрос доступности общественных мест и жилых домов для людей с ограниченными возможностями. Строительство новых объектов – это как раз уже зона ответственности исполнительной власти, потому что на законодательном уровне приняты все решения, которые обязывают, вернее, правильно было бы сформулировать, запрещают строительство и ввод в эксплуатацию любого нового объекта, где не предусмотрена доступная среда. Поэтому дальше вопрос уже в исполнении, в качестве исполнения, о том, как это делается. Но все проекты это предусматривают и предусматривают по соответствующим нормативам. Вот хороший пример. Болевария Кузнецова, мы все вместе и посмотрим, как это исполнено. Сегодня очень сложно обеспечить, построить доступную среду уже в существующих, например, многоэтажках, где по закону сегодня, как по любому общему имуществу, должно быть принято общее собрание жильцов дома. То есть все должны собраться и решить, что пандус вот здесь строим за общий счет. Это большая проблема сегодня. Я представляю, как это непросто принять такое решение. Это нам задача, как законодателям. И такие сигналы сегодня, которые требуют именно корректировки российского законодательства, они сегодня тоже проходили. Но, подводя итог, скажу, общественная палата и вообще дом общественных организаций был создан именно для этого. Для того, чтобы мы могли здесь собраться, поискать решение, откровенно поговорить друг с другом и поставить друг другу задачи, взять какие-то на себя обязательства. Вот это как раз то, о чем мы думали, то, о чем мы мечтали, когда принимали решение о работе общественной палаты именно в таком режиме. Я думаю, что все у нас получится. И с каждым разом все выше и выше КПД вот таких встреч будет.